С юга и севера протяжение его по 63 фута. На вершине находится мраморная квадрига, которую создал Пифей. Вместе с ней все сооружение достигает высоту 140 футов. Так описывает это строение ученый Плиний-старший. В грандиозный мавзолей простоял 19 веков и рухнул в 13-м столетии нашей эры от сильнейшего землетрясения. То, что от него осталось, растащили на камни рыцарей Иоанниты для строительства крепости Святого Петра. Семь чудес света. Мавзолей в Галикарнасе. У меня сегодня в гостях историки Лариса Селиванова и Андрей Стрелков. Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории Российской академии наук. Ответственный секретарь Российской ассоциации антиковедов. Автор публикаций по истории и культуре Древней Греции. И книги «Сравнительная мифология. Мифы о возрождении в Древнем мире». Андрей Стрелков. Выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Доцент кафедры истории Древнего мира из ДФАКа МГУ. Автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии. Кандидат исторических наук. Автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии. Как раз именно Мавзолей прославил этот город. Городу можно было прославиться только двумя вещами. Вот этим Мавзолеем, который стал одним из семи чудес света. И тем, что этот город был родиной отца истории Геродота. Больше ничем этот город особенно славен не был. Да, одного Геродота, в общем-то, уже хватило бы. Да, одного бы хватило. Более того, там еще был другой историк, Дионисий Галикарназский. Менее, конечно, знаменитый, но он тоже родился в этом городе. Да. Так вот, поэтому, вероятно, придется сначала рассказать о самом этом городе. А потом уже о этом замечательном чуде света. Ну, во-первых, Галикарназ это необычный город. Он находится на юго-западе Малой Азии. И эта территория раньше называлась в древности Доридой. Ну, вот все побережье Западной Малой Азии, оно как бы делилось на три части. Вот северо-западная часть – это Эолида, центральная самая знаменитая часть – это Иония. И внизу располагалась вот эта самая Дорида. Причем греки там появились, ну, можно сказать, относительно поздно. Как раз после того, как пала Микенская цивилизация, о которой мы рассказывали на одной из наших предыдущих передач, во времена XII века, XI века, началась массовая миграция греков на восток. Именно тогда греки обосновались на большей части островов Эгейского моря и на западном побережье. Малой Азии. И там возникли десятки разных городов, в том числе и Галикарнас. Поэтому каждый из этих городов, в принципе, знал, откуда были эти поселенцы. Так вот, в соответствии с традицией, родначальниками или метрополией Галикарнаса, это был небольшой город на Пелопонессе – Трезена. Хотя некоторые другие авторы антично говорили, что в этой экспедиции, которая основала Галикарнас, принимали участие также и Аргости, это более крупный город. Но так или иначе, у них сохранялись потом хорошие отношения. Причем, что нужно отметить, что вот этот небольшой городишко Трезены, он имел очень хорошее отношение еще с Афинами, поскольку Трезены, единственное, чем особенно прославились, это было то место, где родился Тесей. Вот у дочери местного царя, у Петфея, от Эгея, Эфра родила Тесей, а потом он как раз пошел к самому отцу в Афины. Так вот, Галикарнас, в чем его особенность, это потом скажется на создании нашего памятника, был не совсем обычным греческим городом. Когда греки сюда прибыли в эпоху темных веков, здесь же находилось местное население. И в данном месте проживало племя корейцев, поэтому эта территория также называлась еще и Корией, но это более внутренние части Малой Азии. И, что удивительно, по-разному складывались отношения у греков в тех местах, где они основывали свои города, но именно здесь, судя по всему, у греков и корейцев сложились с самого начала отношения добрососедства. Галикарнас очень удобно расположен на северном берегу очень большого керамического залива. Вот в южную часть там образует Книгский полуостров, а на севере Галикарнас. И вот уже когда город был основан, там практически в одном и том же месте на территории этого греческого полиса веками стали проживать два народа – и греки, и корейцы. Причем, как показывают надписи, они как бы образовывали даже две такие самостоятельные общины, ну, а когда нужно было принимать какое-то важное решение, там обычно писали «все галикарнастцы». Причем, несмотря вот на такую разницу, ну, кстати говоря, корейцы – это тоже индоевропейцы, они, правда, принадлежат вот к той группе, которая издавна населяла эту территорию хеталувийской группе. Так вот, у них сложились хорошие отношения, они даже, судя по всему, с самого начала заключали браки между собой. И поэтому, когда раз уж мы вспомнили Геродота, он ведь тоже был как бы и греческого, и корейского происхождения, поскольку и отец его, Ликс, имеет вот это самое имя корейского происхождения, и дядя, или его двоюродный брат, Паниосит, великий греческий поэт. Он входил в пятерку эпиков, лучших эпиков греческих. Так вот, они имели примесь греческой и корейской крови. В основном нам известна судьба Галикарнаса. Он развивался, процветал в эпоху архаики, как и все прочие города западного побережья. Они даже развивались быстрее, чем Балканская Греция. Однако, где-то в середине VI века, большая часть этих городов, она подпала под власть Лидии. Было мощное лидийское царство, и Галикарнас, как и другие греческие города, они, ну, если не входили, то подчинялись. Лидия в древности исторической области государства в центре западной части Малой Азии. Лидия была богатой месторождениями золота. В VII веке до нашей эры именно здесь началась чеканка первых в истории монет. Лидия славила своими ювелирными, ткацкими и кожевинными изделиями. С начала I тысячелетия до н.э. Лидия входила в состав Фригийского царства. В VII веке до н.э. Лидия стала независимым государством. В 547 году до н.э. Лидия была завоевана персами. В конце IV века до н.э. Лидия стала частью державы Александра Македонского. И когда Лидийское царство пало в 546 году, когда персы завоевали державу знаменитого Креза, то эти греческие города автоматически как бы подпали под власть персов. Но если ионийские города еще некоторые сопротивлялись, то как раз вот, как Геродотто и пишет, что Галикарнасы достаточно спокойно отнеслись к новому господству. И именно считается в конце VI века в Галикарнасе, который был греческим полисом, возникает первая династия. То есть вот этот город отличался тем, что значительную часть времени там было правление такого монархического типа. Ну, греки обычно таких правителей называли тиранами, но это не совсем так. Здесь обычно чаще применяют термин «династы», поскольку их власть все-таки носила такой более-менее легитимный характер, хотя и не всем нравилось. Так вот, в конце VI века к власти приходит, судя по всему, представитель как раз корейской знати, и он известен нам как Лигдамид I. Вот, причем он женился на гречанке, его женой была гречанка с острова Крит, и их дочерью стала Артемиссия. И вот эта Артемиссия как раз была прославлена Геродотом, поскольку она была очень мудрой правительницей, была очень близка персидскому царю Дарию, принимала участие в походе персов против Греции. Она, как пишет Геродот, благоразумно советовала Дарию не вступать к Серксу уже, да. Это уже был царь Ксеркс, советовала царю Ксерксу не вступать в сражение при Соломине, однако он не последовал ее совету, и это закончилось очень печально. В самом Соломинском сражении Артемиссия, командуя кораблями своего полиса и другими кораблями из этой же области, сражалась очень отчаянно, греки очень хотели ее захватить в плен, но это не удалось. И потом уже после поражения Ксеркс попросил перевезти своих детей, вот чтобы именно Артемиссия отвезла уже в Эфес, на побережье Малайзии, что Артемиссия и сделала. Соломинское сражение, морское сражение между греческим и персидским флотами в ходе греко-персидских войн. Произошло в сентябре 480 года до н.э. близ острова Соломин, в Сараническом заливе Игейского моря, неподалеку от Афин. Блестящую победу одержал греческий флотоволец Хемистоку. В течение нескольких часов грекам удалось потопить, захватить и вывести из строя 200 кораблей противника. Потери греков составили 43 эф. Потом, после 480 года, когда Артемиссия, ну, нам неизвестно точно, но она, так сказать, вот умерла, к власти приходит, ну, здесь немножко сложная история. Вероятно, сразу после ее смерти стал править ее старший сын, но он правил очень недолго. А вот дальше, после него, либо ее младший сын, либо ее внук, который получил прозвище Лигдамид, ну, точнее говоря, имя Лигдамид II. И вот именно с этим Лигдамидом, это были 60-е годы V века, боролись аристократы, греческие аристократы города Галикарнассо. В этой борьбе погиб дядя Геродота Паниасид. Сам Геродот на определенное время должен был покинуть свой родной город, перебрался на Самос. И, как считается, только в 50-х годах V века все-таки в результате заговора Лигдамид был свергнут, и в городе установилась демократия. Геродот вернулся в свой родной город, но дальше, как пишут очень поздние античные авторы, что-то у него не сложилось с демократами, и он уже навсегда покинет свой родной город и отправится путешествовать. Ну, а вот большую часть времени, судя по всему, в Галикарнасе, который был членом Первого Афинского морского союза, было демократическое устройство. И дальше, приближаясь уже к нашему Мавсолу, можно сказать, что здесь во многом судьба Галикарнаса была связана с Афинами. Когда Афины ввязались в Пелопонесскую войну, это война между Афинами и Спартами за гегемонию в Греции, и Афины потерпели поражение. Вот как раз судьба малазийских греков сложилась очень печально. Победа Спарты во многом была обеспечена помощью Персии, то спартанцы, по сути дела, отдали малазийских греков Персам. И эти города, вплоть до 334 года, до похода Александра Македонского, будут под властью Персов. Но персы, как и в VI веке, предпочитали, чтобы в этих городах правили верные им династии. Поэтому считается, что с 90-х годов IV века к власти приходит новая династия, корейская династия. Гекатомб становится основателем этой династии. И он был правителем вот этой самой Карии, и был лоялен персидским правителям, персидским царям, но в то же время был достаточно независим. Так вот, Гекатомб был как раз отцом этого самого Мавсола, который нас и интересует. У Гекатомба было пятеро детей. По сути дела, вся история нашего будущего Мавзолея связана с этими пятью детьми. Вот как раз, когда папа помер, Гекатомб, в 377 году к власти приходит его сын Мавсол. Женой Мавсола как раз становится его собственная сестра Артемисия. Так что они, правители, брат и сестра, что, в принципе, вообще-то считается, было характерно, как некоторые считают, характерно еще для первого периода. Некоторые считают, что та самая знаменитая Артемисия, о которой упоминает Геродок, тоже была замужем за своим братом, которого тоже, вероятно, звали Мавсул. Так что нам неизвестно, какой это Мавсул первый, второй и так далее. Но, по крайней мере, практика такая, судя по всему, корейская практика, она именно в этом месте существовала. И вот именно с Мавсулом у нас и связаны вот расцвет Галикарнаса, вот, поскольку он был очень умным, очень хитрым правителем. И прежде всего он прославился тем, что за счет активной политики вот это самое Галикарнасское государство или Корейское государство, можно и так называть, значительно расширил за счет завоеванных территорий, за счет окружающих островов. И главное, он проводил очень жесткую финансовую политику. На всех вот этих новых территориях он вводил очень многочисленные, очень высокие налоги. Говорят, что он даже обложил особым налогом погребения. Вы хотите, соответственно, похоронить своего родственника, значит, платите подать государству. И поэтому именно при Мавсоли Галикарнас стал очень богатым. Денег у него было очень много в этом государстве. И поэтому, вот, считается, что именно при нем город Галикарнас претерпевает такую значительную реконструкцию. И именно при нем начинается строительство, как говорят, Мавсол уже при своей жизни начал строительство в себе погребального памятника. Мавсол умел, как никто, выжимать соки из подданных. Он... Жадный. То есть ни один пастырь народа не мог глажа постричь свое стадо. И все, что вот можно было обложить налогами, как Андрей сказал, все это обкладывалось. И даже более того, он даже ввел налог на волосы. Не только там на погребение, значит, ты хочешь носить длинные волосы, тоже плати. Вот. Поэтому, как сказал этот Проспер Мориме, денег было очень много, плюс еще очень умные, грамотно выстроенные связи с греками. И, конечно, город расцвел. При этом Мавсол, будучи сам корицем, он поддерживал греческую культуру, греческое искусство, греческую архитектуру. Что касается его внешнеполитической деятельности, то практически вся юго-восточная часть Малой Азии была им захвачена. То есть практически кария была вся. В этих династиях братья всегда женились на сестрах. Потому что и вот в последней династии, когда уже умерла Артемисия II, к власти пришел ее брат, который женился на своей сестре Аде. Вот. И вот это вот все время... Это вообще-то довольно характерная вещь для восточных династий, когда в царских семьях происходят такие кровно-родственные браки. Не только там в Древнем Египте. Это известно было в Эламе, там у персов опять же. Поэтому вот эти вот местные традиции поддерживались. А вот такой вопрос, вот такой он жадный, вот такой вот изощренный вымогатель из собственного населения. Не хотели они его куда подальше наладить? Это было уже после смерти. Потому что при жизни он держал очень хорошо всех в своих руках. Ну, немножко забегая вперед. Когда уже его не стало, то жители Родеса решили, что они вот сейчас как раз воспользуются этим моментом. И стали возмущаться, как эта вот женщина может править всей карией. Не гоже ли ли им прясть. И они отправили свой флот для того, чтобы завоевать Галькарнас. Поскольку Артемисия, как мы об этом будем говорить, очень тяжело переживала смерть мужа, но при этом, да еще с маленьким ребенком на руках, она не забывала о государственных делах. Она последние месяцы своей жизни занималась вот тем, что усмиряла внутренние смуты. И вот эти вот всякие там восстания. И показала себя так же, как такой же очень мудрой правительницей и удачливой военачальницей, как ее предшественница Артемисия I, о которой мы сейчас вот немножко скажем. Она, когда увидела, что Радосский флот уже практически подплывает к берегам Галикарнаса, свой флот с воинами и гребцами спрятала в тайной гавани, а гражданам приказала выйти на крепостные стены. Граждане вышли и стали приветствовать радоссов как освободителей. Те оставили корабли и ничтожествомняшиеся вступили в город, где они были окружены, их просто перебили. А вот дальнейшую санацию уже чисто профессионально провела царица. То есть вышли из этой тайной гавани корабли Галикарнасские, и матросы, гребцы и воины пересели совершенно на пустые радосские корабли. Вот этот радосский флот они повели, соответственно, к Родусу. Дальше вот такая вот картина уже зеркальная получилась. Радоссы вышли на городские стены, решили, что это возвращаются их граждане с победы, и впустили их. Поэтому там зачинщиков всех-то перебили. Хитро. Да, и главное, чисто. Очень так экономно. И мстительная Артемисия повелела по поводу этой победы поставить памятник. Две бронзовые статуи. Одна изображала ее, а вторая, вот эту радосскую державу, причем сцена была такая. Артемисия выжигает рабское клеймо на теле вот этого рода, с бронзовым. Если вот более подробно рассказать историю с Артемисией Первой, или по-русски Артемисией, нужно сказать, что она, в общем-то, в числе первых добровольно пришла на помощь к Серксу. Хотя никто ее... Как-то некрасиво вообще. Нет, как раз это совпадало с ее внутриполитическими задачами. Нет, я имею в виду в отношении остальных греков. Даже более того, скажем, Артемисия, кстати, рано овдовела, осталась с грудным ребенком на руках. Проблем выше крыши, соответственно, у себя дома. И тем не менее, она сама вызвалась помочь к Серксу. И более того, снарядила пять кораблей. Причем это были корабли, это был цвет флота персидского. И когда она уже подплыла с кораблями, флот стоял у берегов Аттики. И царь, Серкс, созвал совет, в котором участвовали, соответственно, вот эти династы малазийские все, а также командиры кораблей, для того, чтобы выяснить у них, что они думают насчет морского сражения. И, естественно, все в один голос сказали, что нужно как можно скорее это сражение начинать. И только одна Артемисия сказала, что делать этого ни в коем случае нельзя. Потому что эти люди на море превосходят твоих людей, царь. И лучше просто стоять здесь на якоре у берегов Аттики и ждать. Потому что вот остров Соломин в общем-то не содержат запасов продовольствия, греки долго не простоят. Можно даже посоху двинуться на юг к Пелопоннесу, тогда жители Пелопоннеса снимутся со своих кораблей и поспешат на помощь своим. То есть ни в коем случае не надо вот дергаться. И достаточно вообще к Серксу сухопутных побед, тем более он тут сжег Афины вместе с Парфеноном, с Акрополем полностью. И лучше этого не делать. Кроме того, она сказала такую вещь. Если ты, царь, все-таки поспешишь и начнешь морское сражение, то крах флота неизбежно повлечет с собой гибель армии сухопутной. И еще сказала она, царь, запомни, у хороших хозяев обычно плохие слуги. Ты самый благородный повелитель в мире, а слуги у тебя плохие. Всякие там египтяне, келикийцы. Толку от них никакого и совет такие дают. И все потом замолчали, потому что знали, что Артемисия была в фаворе у царя, и поэтому, в общем-то, многие ей завидовали и как-то интриговали. Вот теперь обрадовались, потому что решили, что попала Артемисия в опалу. И сказала, в общем, слова, которые ее погомят. Но как ни странно, царь очень обрадовался. Ему понравились такие самостоятельные рассуждения. Стал ей воздавать почести. Однако, в конечном решении он пошел за большинством. И поэтому Артемисия вместе со своими кораблями пришлось участвовать вот в этом соломенском сражении в 480 году до нашей эры. И случилось то, что она, в общем-то, и предсказывала. То есть флот был разбит, передние ряды сталкивались с задними. И вот в этой вот суете, в конце концов, которая переросла уже в паническое бегство, Артемисия тоже попыталась спастись. Тем более, что за ней устремился один отеческий корабль. А, в общем-то, места для маневра не было. Это же был план Фемистокла, когда можно было, в общем-то, запереть персидский флот вот в этом вот узком проливе. Впереди корабля Артемисия стояли корабли союзников. И вот в этой очень сложной ситуации она приняла неординарное решение. Она бросилась на корабль календийского царя, атаковала его, протаранила и пустила ко дну. И вот этот вот такой вот шаг, в общем-то, сослужил ей двойную пользу. Во-первых, греческий корабль, увидев такое дело, решил, что это свои. То есть, либо этот корабль уже захвачен эллинами, либо команда корабля перешла на сторону греков и отстал. А, с другой стороны, за ходом боя лично следил Ксеркс. Когда он заметил атакующий корабль, он поинтересовался, кто это. Ему говорят, что посмотри, как храбро сражается Артемисия. Она даже вот протаранила вражеский корабль. Царь спросил, действительно ли это корабль Артемисия. И приближенные подтвердили, потому что очень хорошо знали опознавательный знак царицы. И тогда Ксеркс сказал такую знаменательную фразу. Мужчины у меня превратились в женщин, а женщины стали мужчиной. Ксеркс, древнеперсидский царь из династии Ахименидов, сын Дарьи I, в 484 году до нашей эры подавил восстание египтян, в 481 году восстание Вавилонии, В 480 году до нашей эры направился в поход против Греции, закончившийся поражением персидского флота при Соломине и сухопутной армии персов при Платеях. Ксеркс был убит в результате дворцового переворота в 465 году до нашей эры. Что касается Артемисии II, которая стала уже править после смерти Мавсола, то надо сказать, что сама смерть произвела на нее настолько тяжелое впечатление, что последние годы она по большому счету и умерла от этого горя. А он сам умер или ему помогли? Нет, он умер сам. Причем мы же говорили о том, что Мавсол и Артемисия стали править после смерти своего отца, а это было в 377 году. Мавсол умрет в 353 году. Артемисия умрет спустя два года. Так что Мавсол проправил очень долго. А вот Артемисия, действительно здесь, Лариса абсолютно права, скорее всего, просто не смогла вынести от той тяжести того, не столько государственного правления, сколько того горя, когда она потеряла близкого человека. Просто нужно сказать, что из себя представлял город в времена Мавсола и Артемисии, какое место занимал там Мавзолей. Мы уже говорили о том, что Мавсол, собирая деньги, но, кстати говоря, он ведь собирал не как некую самоцель, преследуя, а он эти деньги тратил на благо, ну, на свое благо и на благо города, поскольку именно при нем город, конечно, очень сильно расцвел, он был реконструирован, и поэтому, когда античные авторы пишут о Галикарнасе, а я говорил, это не такой уж и знаменитый город, ничего там особенного, кроме двух этих явлений не было, Геродота и Мавзолея. Так вот, при нем город, а город, я говорил, он находится на северном берегу вот этого керамического залева, он располагается у подножия гора, он как будто таким театром спускается к берегу, и поэтому вот этот некий подъем он создавал, кстати, не только в Галикарнасе, в других городах вот этого же побережья это очень часто случалось, то есть город как будто карабкается вот наверх, и поэтому в отличие от многих современных городов, когда вот мы смотрим, ну скажем, вот если даже с Останкинской телебашней посмотрим, что такое Москва, это вот некое огромное пространство плоское, где высятся какие-то здания. Здесь же город, он как будто бы раскрывается, вот как веером раскрывается, карабкаясь вот туда вот наверх. практически у самого берега, почему потом, может быть, это и сохранилось, наоборот, потому что это у берега было, вот прямо у берега была огора, и дальше вот проходила центральная улица, вот именно здесь Мавсул выбрал место для своего вот этого сооружения. Именно вот то, что так было хорошо рассчитано место, свидетельствует о том, поскольку античный автор это не упоминает, что именно Мавсул и выбрал место для своей гробницы, и именно при нем еще при жизни, а мы говорили, что он умер в 353 году, поэтому обычно считают, что строительство началось еще в 60-х годах, то есть при его жизни. И два архитектора, два художника, Сатир и Пифей, как говорят, они создали план вот этого самого Мавзолея, он, вероятно, был, ну, это еще не Мавзолей, это просто гробница, так вот, был утвержден Мавзолом, и вот потом, на протяжении нескольких десятилетий будут это сооружения, строить, причем, опять-таки, мы очень сильно зависим, конечно, от античной традиции, если честно, мы не знаем, сколько его строили, поскольку, если взять, скажем, какую-нибудь литературу искусствоведческую, то датирует 60-е, 50-е годы, и считается, что уже Артемисия достроила этот Мавзолей, все-таки она выполнила, ну, как бы, волю своего умершего мужа, и была там же и погребена в этом Мавзолее. Некоторые говорят, что была судьба немножко иная, что либо сразу после смерти Артемисии стройка прервалась, и вот как раз дальше будут править брат и сестра Эдрей и Ада, и они, одни говорят, что продолжали строить Мавзолей, другие говорят, что не продолжали строить, и Эдрей умрет в 44-м году, и здесь, вот Лариса-то рассказывала, что у нас вот Артемисия первая, Артемисия вторая, так у нас Ада будет, Ада у нас тоже будет очень хорошей правительницей, и она женщина будет 4 года руководить еще Корейским царством, и только лишь младший брат Пиксадар отнимет власть у своей старшей сестры, и это где-то около 340-го года, и будет править 6 лет, и только когда Александр Македонский в 34-м году сюда придет, он Пиксадара изгонит и вернет опять власть Аде, и она будет, как говорят, править до, по крайней мере, смерти Александра. Почему я об этом так подробно говорю? Некоторые считают, что строительство продолжалось еще в 30-е и 20-е годы, то есть вообще-то трудно сказать. Ну да, долгострой. Да. Да, ну давайте начнем его все-таки строить и рассказывать, как он выглядел и чем же он так хорош. А вот здесь насчет выглядел у нас самая большая проблема. Мы знаем всем чудес света. Мы знаем, как выглядят пирамиды. Мы более-менее представляем, по крайней мере, есть много реконструкций, как выглядели висячие сады. Ну, как выглядела статуя Федия, вообще представлять не нужно, у нас есть много изображений. С храмом Артемиды в Эфесе тоже все здорово. В принципе, реконструкции практически не отличаются. И дошли размеры. Потом будем говорить о Родосском колоссе. Там есть проблемы, но их тоже не так много. И Форосский маяк тоже, опять-таки, как ни странно, тоже более-менее знает. Вот больше всего проблем с нашим этим чудом, с пятым чудом. поскольку, с одной стороны, ну, скажем, от храма Артемиды в Эфесе осталось буквально несколько деталей, там, связанных с колоннами, и больше ничего не осталось. От Каликарнатского мавзолея у нас остатки, фрагменты этого сооружения исчисляются тысячами. Ну, если брать мелкие детали вот этого скульптурного оформления. И в то же время существует более десятка разных реконструкций. Хотя есть даже у античных авторов о Витруве, о Плине, есть размеры этого сооружения, но даже здесь специалисты расходятся в принципе, какого же он был размера. В принципе, в чем суть, как он выглядел, этот самый, эта самая гробница. Хотя, хочу еще раз подчеркнуть, что, хотя он, этот памятник был признан чудом, а значит, чем-то очень оригинальным, но вообще-то вот эти самые погребальные сооружения такого типа, они именно для этой местности вообще-то известны еще и с более раннего времени. Вот, во-первых, сохранилась, ну, разваленная, естественно, знаменитая гробница Льва. Она очень напоминает гробницу Мамзола, только она гораздо меньше. Есть знаменитый памятник Нереит, это тоже погребальное сооружение. Но, конечно, считается, что наиболее гармоничным, наиболее интересным был памятник именно вот гробница Мамзола. Ну, вот, смотрите, с юга и севера протяжение его по 63 фута. Ну, немного же. Делим на три, получаем результат. Смотря какой фут взять в основу. Во-первых, смотря какой, к сожалению, фут. Мы не знаем, какой фут. А футы были разные. Ну, фут 30 с небольшим. Это не английский. Разные, разные, разные. Это английский. А это у нас есть разные футы, которые были, кстати говоря, неизвестно, какой из греческих, а может быть, латинские фут они использовали. Так вот, а греческие сколько сантиметров? В греческих полисах тоже были разные. И локти были разные. И локти были разные. Многообразие государств создавало безумное количество этих метрических систем. Мы уже как-то говорили на одной передаче, что когда часто античный автор говорит, от такого-то метода до другого-то столько-то стадий. Боже мой! А эти стадии-то тоже все разные. Так что в этом отношении нам очень трудно. Поэтому можно сказать следующее. В той литературе, которая встречается, тоже встречаются разные размеры, хотя, повторяю, есть данные античных авторов. Некоторые из специалистов они оценивают вот размеры нижней части вот этого сооружения приблизительно. Разброс достаточно большой. Причем одна, так сказать, одна сторона была чуть побольше, другая, то есть это не квадрат, а прямоугольник был. Есть приблизительно такие размеры 65 на 75 метров. А есть размеры гораздо меньше, меньше 35 метров каждая сторона. Так что даже в этом отношении мы, к сожалению, ничего не сможем сказать. Но самое главное другое. Все сходятся на том, что памятник этот состоял из трех частей. Так об этом все пишут. Итак, нижняя часть. Это вот некий прямоугольник. Причем, опять-таки, мы даже, ну, сразу тогда об общей высоте. Обычно считается, что общая высота этого памятника либо 46, либо 49 метров, иногда больше. Но главное, что вот эта нижняя часть, она играет очень важную роль. Некоторые считают, и, кстати говоря, именно такие предшествующие памятники нам и встречаются, это прямоугольник с вертикальными стенками. То есть это просто некий такой, такое сооружение, которое, кстати, играет очень важную роль. Именно здесь находилась погребальная камера. Здесь в саркофаге лежали вот как раз Мавсул, потом и Артенисия. Вторая часть, вот здесь самое интересное, именно с моей точки зрения она и делает этот памятник уникальным. Это средняя часть, которая поддерживается колоннами. 36 колонн. И вот в основном-то спорят, а что было за этими колоннами? Одни говорят, что там была целла, то есть там был поминальный храм. Но в любом случае она даже, в любом случае, если была, то она была очень небольшой. И поэтому колонны, а некоторые говорят, что не было целлы. И это создавало самое главное. Тогда на этих 36 колоннах, которые отделяли вот этот массив нижнего, вот этого самого массивного сооружения, затем как бы в воздухе повисала пирамида. Это третья часть. Вот здесь хотя бы все сходятся, что пирамида эта верхняя была ступенчатая, 24 ступеньки, и дальше наверху находилась квадрига. Вот. Так что вот эти три части, они как раз являются наиболее важными. Так вот, еще раз хочу подчеркнуть, просто уже у римских авторов как раз есть, иногда приходится просто из поэзии как-то извлекать разные данные. Смысл-то состоял в том, что вот эта пирамидальная часть, она как бы парила в воздухе. А вот для греческой архитектуры это очень не характерно. Это нелогично. Вот греческие храмы, они все твердо стоят на земле. И еще только вот споры по поводу нижней части. Дело в том, что есть, повторяю, разные реконструкции. Так вот, некоторые считают, а это было бы интересней. И вот последние реконструкции как раз склоняются именно к этому выводу, что нижняя часть была не прямоугольной, повторяю, с отвесными стенками, что встречалось уже в архитектуре более раннего, скажем, в гробнице льва, а имела тоже пирамидальную вот эту форму. То есть у нас получалась бы как бы пирамида, ну, пускай и не с такими, не по таким углам, как египетские пирамиды, но все равно пирамидальное основание, ну, почему так считают, там нашли ступеньки разной величины, одни вот считают более крупные для нижней части и более мелкие для верхней части. Так вот, пирамида, которая прерывается посередине вот этими колоннами, которые создают пустое пространство, и опять завершается вот этой пирамидой, наверху которой стоит вот эта самая квадрига. Так что в этом отношении, конечно же, гробница Мавсола, судя по всему, а она сразу стала притягивать, даже когда ее еще не достроили, туда уже приезжали, и почему она и потрясала-то на протяжении веков, это было настолько необычное сооружение. Хотя, повторяю, все говорят, вот здесь греческие черты, здесь малоазийские черты, здесь египетские черты, но оно воплотилось в таком уникальном сплаве, что и создает чудо света. А в квадриде, естественно, Мавсол стоял. Мавсол вместе со своей женой, высота, это трехметровые статуи, и высота коня тоже три метра, то есть вот эта верхняя пирамида венчалась такой площадочкой, на которой вот устанавливалась эта квадрига. Но что касается вот вопросов восстановления, да, есть это одна из новых теорий, что там было две пирамиды, и как вот Андрей сказал, то есть это общая пирамида с вписанным вот этим птероном, греческим храмом. Но более традиционное все-таки представление, тем более изображения некоторые там оставались, что все-таки основанием был параллепепепет, облицованный, то есть это кирпичная кладка, облицованный проконесским мрамором, там находилась усыпальница, потом стоял вот этот птерон с целой, то есть там действительно был храм, где были эти запокойные жертвы, где были статуи и прочие украшения, и все это венчало вот 24-ступенчатая пирамида, на которой уже стояла колесница. Значит, в чем, ну, может быть, новаторство вот этих двух архитекторов, Сатиры и Эпифея, или его еще Пифисом называют, в том, что в этом произведении как бы соединились три элемента, или там, скажем, три храма. С одной стороны низ Зекурат восточный, дальше идет греческий храм и наверху египетский, то есть египетская пирамида. И это было бы, в общем-то, вполне логично и объяснимо, потому что Галикарнас стоял как бы на перекрестке трех миров, греческого, малоазийского и египетского. С другой стороны, именно в этом заупокойном храме впервые были соединены три греческих ордера. То есть вот этот Птерона окружали 36 ионийских колонн, нижняя часть окружалась дарийскими колоннами, а во внутреннем убранстве храма были коринфские колонны. И вот вокруг нижнего постамента были изображения всадников и изображения львов. Был объявлен конкурс на проведение, на то, чтобы украсить этот храм. И, как говорит плене старшей, в этом конкурсе приняли участие лучшие, одни из лучших мастеров Греции Скопос, Бреоксид, Леохар, Тимофей, и он еще называет Проксителя. Ну, Прокситель это вряд ли. Ну, современные ученые считают, что это ошибка Проксителя там не было. И как будто бы восточную часть украшал Скопос, он выбрал тему, естественно, битву с амазонками. Северную часть украшал Бреоксид, западную Леохар. Леохар был придворным скульптором Филиппа Александра Македонских, и он известен по Олимпии, потому что он украшал своими статуями Филиппеин. Ну, может быть, самая знаменитая его статуя, ну, для, так сказать, на слуху, хотя мы знаем о ней только в копии, это вот знаменитый Аполлон Бельведерский, Ватикане. Вот, чтобы потом к этому не возвращаться, вот это вот, это действительно очень хорошее произведение, но постольку, поскольку она стала символом, и поскольку ее все время копировали, рисовали и так далее, это даже потом стало как-то считаться дурновкусимым. Это вот признак не столько искусства живого, сколько академизма. Леохар в этом не виноват. Это просто уже европейское как бы искусство взяло его в качестве образца и довело уже до совершенства в этом плане. И, значит, северную часть, как я сказала, украшал Бреаксид или Бреаксий. Там были темы, это битва кентавров с лапифами, а также состязания Пилопа и подвиги Тесея. Южную часть украшал Тимофей. Ну, ясно здесь, вот тут две проблемы, которые до сих пор неразрешимы в ученом мире. Это атрибуция произведений конкретным художником. И второе, вот как сказал Андрей, это проблемы с реконструкцией, как выглядел все-таки Мавзолей. Дело в том, что совершенно точно и четко можно атрибутировать только Скопоса, потому что этот художник, которого ни с кем не спутаешь, он по-настоящему был реалистом и вообще был мастером передачи ну, малейших нюансов человеческих эмоций. И вот это вот экспрессивные темы битва с амазонками, конечно, выдавали сразу руку Скопоса. А вот что касается других художников, возникали проблемы. Дело в том, что они не совсем точно вписывались в манеру данных скульпторов, поскольку были какие-то стилистические отклонения. Ну, на современном этапе считается, что это объясняется тем, что замысел воплощали как раз местные художники, местные корейские, которых там была и своя школа и так далее. Хотя, опять-таки, у нас мало что есть, мало что осталось. Это то, что можно увидеть в Британском музее. Да, все, что осталось, практически, кроме одного льва, все остальное в Британском музее. Потому что, когда мы говорили о судьбе Галикарнаса, да, мы закончили тем, что туда приходит в 334 году Александр Македонский вместе с Адой, значит, сгоняет этого Пиксадара и Аду ставит. Она там правит до конца. После смерти Александра Македонского Галикарнас переходит в руки Диадохов и после всех передряг в конце концов он становится во владениях Рима. Так вот, когда римляне вошли в Галикарнас, то, это уж известно, какие они скульпторы, архитекторы римляне, они были настолько потрясены мавзолеем, что с этих пор все монументальные усыпанницы они стали называть мавзолеем. Два самых знаменитых мавзолея Рима это мавзолея Августа, мавзолея Адриана. Вот для них уже это слово мавзолея это уже есть. Это уже нарицательное. А они каким-то образом не копировали мавзолея Мавсова? Нет, нет, нет. У них там своя собственная конструкция, видение. Здесь римляне были прекрасными архитекторами. Может быть, не скульпторами, но и компиляторами они были отличными. Нет, нет, они создали свои собственные. И эти мавзолеи это до сих пор существует, потому что уже в средние века из них какие-то то ли тюрьмы, то ли крепости сделали. Вот. Единственное, что я хочу, мы сейчас потом еще продолжим судьбу Галикарнаса. Единственное, я хочу только одно отметить, что нет точек, единой точки зрения и насчет размещения статуй. Были найдены остатки двух статуй, одна статуя считается статуей мавзола, три метра, другая женская статуя, она 2,70, это статуя артемиссии. И очень долгое время, конечно, хотели их поставить на колесницу, чтобы они там были на колеснице. И даже вроде бы говорили, лошадь три метра вроде подходит, и колеса два с чем-то метра. Нашли потом фрагменты этой самой колесницы. Однако, изучение этих статуй, а самое главное, что еще изучение античных авторов, один из писателей античного, говорит, как изумительно изображен был мавзол, у которого даже ремешки на сандалиях там прекрасно сделаны. Так вот, повторяю, сначала ставили, ставили, это было бы логично, они там вдвоем на этой самой колеснице. Но, просчитали, что колесница, изображение лошади было явно сделано, а греки были великолепные мастера, с тем расчетом, чтобы на это смотреть снизу вверх. Это было специальное как бы искажение. А вот статуи нет. Посчитали, что, ну, во-первых, статуи безумно тяжелые. А утяжелять вот эту самую штоку было опасно. Но самое главное, что посчитали, что если смотреть снизу, то, в лучшем случае, эти бы фигуры были видны где-то вот по грудь. А статуи, которые, великолепно сделанные статуи, сделанные буквально до мельчайших деталей, они явно были рассчитаны на то, что на них смотрят фронтально, причем, повторяю, все детали сделаны с большим искусством. Поэтому есть разные, опять-таки, повторяю, к сожалению, вот, к счастью, к сожалению, есть много реконструкций этого чуда света. Поэтому некоторые считают, что эти статуи стояли где-то вот среди тех многочисленных памятников первого яруса. И они, как бы, может быть, приветствовали, или, как сказать, перед своим... На входе. На входе, да. Среди многих вот этих, а Лариса упоминала, найдены сотни остатков. Причем, судя по всему, большой величины всадники, вот эти самые львы, в основном эти скульптуры, их тоже по-разному располагают. Кстати, по одной из последних реконструкций, один, по-моему, какой-то из скандинавов, вообще закинул львов и стоячие статуи на верхнюю пирамиду, где, по его мнению, они должны были образовывать такие группы, вот какая-то... По граням. Да, мужская стоящая статуя, а вот в геральдической, как бы, позиции львы. Причем, там этих групп должно быть штук 20, наверное. Можно просто, наверное, добавить, вот если говорить о том, как выполнен был фриз восточный с Амазона Махии, значит, он был выполнен из малазийского крупнозернистого мрамора, белоснежного, с такими голубыми прожилками. И он раскрашивался, мы говорили, что барельефы всегда раскрашились. Фон был темно-синий, значит, амазонки и греки были подкрашены красноватым охристым цветом, а детали вооружения были бронзовые. То есть это насколько эффектно выглядело. Да, вот, кстати, опять-таки здесь очень важно, что мечи, там, наконечники копии, там, уздечки, они в заправке. Это была позолоченная бронза. Вот, судя по всему, она первая-то и потерялась. Наверное. А если говорить о дальнейшей судьбе мавзолея, ну, известно, что он простоял, в общем-то, в 19 столетии, в 12-м, может быть, в 14-м веке, там была череда землетрясений, тогда вот рухнула вот эта колесница, и в конце концов был разрушен мавзолей, практически там уже и люди-то в это время здесь не жили. В 1404 году здесь рыцари ордена святого Иоанна, которые утвердились на родосе, начали возводить крепость святого Петра. Кстати, вот Бадрум, это турецкое название Галикарнаса, это искаженное Петронеум латинское, потому что в честь святого Петра была построена крепость. Естественно, рыцари пользовались материалом, подручным, подсобным. Иоанниты или госпитальеры, члены духовно-рыцарского ордена, основанного в Палестине крестоносцами в начале 12 века, названы по Иерусалимскому госпиталю святого Иоанна Милостивого. Иоанниты обязаны были исполнять военную службу, они активно участвовали в крестовых походах против мусульманских государств. В 1309 году рыцари ордена обосновались на острове Родос. После захвата Родоса турками, Иоанниты располагались на острове Мальта. О последних днях ордена Иоаннитов и заодно о уже окончательном разрушении Мавзолея мы можем судить по средневековым хроникам поздним, которые говорят, что в 1522 году, когда султан Сулейман уже собирался напасть на Родос, здесь появляются вот эти крестоносцы, поскольку генерал ордена дал приказание все-таки восстановить укрепление. Вот они там появляются и, естественно, обратились опять-таки к первому, что там стояло, какое-то полуразрушенное здание и начали разбирать вот эти глыбы. Разбирая эти глыбы, они в конце концов нашли какую-то пещеру, в которой находился роскошный зал с какими-то колоннами, между которыми стояли мраморные статуи, стены и потолок были украшены барельефами с изображениями различных сцен и с изображениями Амазона Махии, вот рыцари, конечно, подивились такой красоте, но они были христиане, поэтому это все разобрали. Дальше в этом зале они увидели маленькую дверку и, зайдя туда, они обнаружили еще одно помещение, меньшее. В центре стоял памятник мраморный, такой высокий параллепипед, на котором находилась урна мраморная, причем это было сделано настолько изящно и красиво, что она светилась в темноте. но дальше не было времени рассматривать, потому что зазвучал набат, а на следующий день, когда рыцари пришли, там все было раскурочено, могила вскрыта, везде валялись какие-то обрывки золотой ткани и золотой утваре. То есть, в общем, местные пираты там решили поживиться. И потом уже в середине XIX века и позже путешественники заметили, что крепостные стены Бодрума сложены не столько из каменных глыб, сколько из мрамора. И, в принципе, ничего в этом удивительном нет, потому что всегда древние развалины использовались как каменоломни. И византийцы, и греки, и турки, и арабы, они всегда этим пользовались. Но дело в том, что уж больно красиво были эти плиты, на которых были изображены боги, герои, их подвиги. Вот. И, в конце концов, эти слухи дошли до британского посла в Турции, который бросил все, побежал туда, обошел стену. И после многочисленных переговоров и множества взяток, как обычно у турок это бывает, он все-таки выкупил разрешение вытащить, выломать 12 плит. Это как раз потом, как оказалось, были фриз скопоса. И еще 13 плиту, это там была кентавра-махия. И все это он увез в британский музей, хранитель которого Чарльз Томас Ньютон поспешил, естественно, на место. Время он зря не терял, он облазил всю эту крепость, нашел ворованные статуи, ворованные плиты. Надо сказать, что глаз у него был меткий, как только он еще подплывал к Бодрому, он заметил вмонтированные в стену две статуи львов, обращенных мордами к морю. Поэтому он там очень хорошо это все посмотрел. Вот, пока он ожидал разрешения, он копал. Он практически сразу наткнулся на место мавзолея. После того, когда там 25 лет уже проработал в музее Ньютон, за это время появилось ровно 50 вариантов реставрации, потому что начался бум, реконструкция, начался бум, значит, историки, археологи, филологи, искусствоведы, они все кинулись восстанавливать. Но потом, когда уже Ньютон был на пенсии, появился вариант Фридриха Адлера, это коллега Курциуса, открывшего Олимпию. И вот на сегодняшний момент она считается может быть наиболее удачной, хотя вот опять-таки невозможно сказать, как все-таки не только по поводу каких-то деталей и украшений, а даже в целом как он выглядел. И без вот этих основных данных вообще трудно говорить о чем-то. Таким образом, вот все, к чему мы пришли, это вот, скажем, описание этого храма, описание вот этих роскошных украшений. А вот интересно, вот та мелочевка, которую вывезли в британский музей, вот они собрали статую Мавсола, 74 кусков. Ну, наверное, из остальных тоже что-то можно сложить? Из тех, которые были, знаете, естественно, англичане работали прекрасно и долгое время. Все, что можно, они собрали. И самое, конечно, печальное, что когда античные авторы описывали это чудо света, да, впрочем, и другие чудеса света, им как-то не приходило в голову, что настанет когда-то время, что их не будет. Поэтому, если они и давали какие-то общие описания или те черты, которые их прежде всего поражали, им не приходило в голову давать общие обмеры, подробные описания, повторяя, это увидят, мы говорили. Эти, это прежде всего инструкции для путешественников. Ну, туристические справочники. Туристические справочники. Это же, это сейчас есть и будет существовать всегда. А на самом деле оказывается, что произведения человеческого гения, они настолько хрупки. И то, что мы считаем будет существовать вечно, может погибнуть даже при нашей жизни. Поэтому в этом великий смысл, как я считаю, истории. Не просто сохранять память о прошлом, но и прежде всего дать представление любому человеку, историку, не историку, о том, как хрупок наш мир и как нужно его беречь. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас. Редактор субтитров А.Семкин